Можно варьировать, если перейти на другую сторону, найти штаны. Да ты что, наши русские зрители, руссоговорящие, нас за это проклянут. Физкульт, привет, друзья и ученики, просто случайный зритель. Сегодня по вашим многочисленным просьбам я наконец-то выдернул нашего чемпиона Артема. Он сам расскажет о себе, кто он, что он, какие у него регалии, которых очень много я все не расскажу. Знаю только что, только чемпионом штата Флориды ты был шесть раз, да? Слышка много раз. Слышка много раз. То есть не поддается даже счет уже. Я сглосся после пятой. В общем смысл такой, вы Артема уже знаете, года три назад мы снимали с ним видео, когда он только остановился на этот путь ангрессерга. Нам интересно, почему мы его позвали, потому что вы постоянно спрашиваете меня, как увеличить предплечье. Именно лучшие упражнения для проработки предплечий на их массу. И кто, как не ангресслер, может нам рассказать об этом во всех тонкостях и нюансах. Артем, что мы будем сегодня делать? Какие у нас будут упражнения? Мы сегодня будем сделать примерно пять упражнений и покажем вариации из них. И это будут именно упражнения, которые могут делать все или не их любые, потому что их могут делать все в любом зале. То есть для этого не нужно будет покупать специальные массовские ручки, не нужно ничего там покупать, придумывать. Здесь можно просто прийти в любой зал и делать сразу, как только вам это понадобится. То есть обычные пять простых упражнений, которые можно делать в любом зале. Если говорить о каких-то конкретных советах, не акцентируясь на каждом конкретном упражнении, какие рекомендации ты можешь дать именно по проработке предплечий для бодикюлдеров, скажем, не для амрессиков? Потому что я знаю, что вы тренируете руки на каждой их тренировке. Желательно. Нам, наверное, все-таки этого будет очень много. Ну, смотри, как раз про повторение и подходы. Предплечье, мы уже по сути, то же самое, как и в голе. Да, может, даже и в поле еще. Да, потому что мы работаем на вас каждый день ежедневно. При суток погоды, потому что может человек еще приезжать на телевизор, какие там не работают, такие себе работают. Вот. То есть... Для геймеров. Да, как раз именно так. То есть именно в плане подхода, повторения, как часто, можно делать, насколько часто, насколько это возможно. Потому что даже если сделать все упражнения, которые мы сегодня покажем, я думаю, у многих предплечий будут свежены на целый день. То есть можно делать как, в принципе, как вам угодно. Если другой дюанс, то все упражнения, которые мы покажем, они требуют правильной техники и правильной амплитуды. То есть нужно всегда будет следить за положением локтей, за тем, насколько глубоко закручиваете кисть и так далее, так далее. То есть такие маленькие... Наверное, все равно не стоит давать, по крайней мере, на первых этапах рекомендации тренировать чаще одного-двух раз в неделю, да? И следующий вопрос тогда сразу. Пять упражнений все-таки много для такой маленькой мышцы. Это ты рекомендуешь делать все-таки все пять в одну полировку или, может быть, выбирать какие-то два-три? Нет, я просто... Я хочу дать просто пять упражнений, и многие выборут, какие кому будут удобны. Если кто-то хочет делать там одно упражнение на кисть после каждой загрузки, он как раз может выбрать то, которое нравится больше, да. То есть если делать успех сразу новичку, никто никогда это не делал, это неправильно, конечно, подошли. Дорога с вами эти упражнения будет достаточно нормальной нагрузкой. То есть там добиться перетряной кисти, это, по-моему, очень сложно. То есть это, чтобы у меня кисть и болела, у меня, наверное, требуется тренировку кисти, плюс еще потом пойти побороться пару часов. Да. Ну, лично, по собственным ощущениям, могу сказать, но это не касается новичков. Если вы уже не первый год в зале, я надеюсь, вы грамотно понимаете, как что делать технически, технически, то есть образованный. Я лично часто люблю делать тренировку в голени, вообще выношу ее отдельным тренингом. Если вы делаете так же, то вы можете как раз-таки делать в эту же тренировку еще отдельно прокачивать ваши предплечья, если вы испытываете недостаток объема, или если просто визуально вам кажется, что они слабые, маленькие. И это будет, наверное, очень хорошо. И можно как раз-таки будет делать все эти 4-5 упражнений по ощущениям. И плюс мы все-таки будем снимать сейчас именно тренировку кисти, то есть увеличить ваши предплечья. Если кому будет уделять тренировка хвата, то мы также сильно надавили сейчас попозже, и вы можете посмотреть его на моем канале. То есть это будет 2 раза тренировки, тренировка хвата и тренировка кисти. Что в принципе, они обе нужны, чтобы увеличить силу и размер вашего предплечья. Потому что предплечья, это все-таки не только сгибание, оно отвечает за другие 5 функций. То есть это сгибание-разгибание, это пронация-супинация, и также сжимание, то есть тренировка хвата. Как раз хотел тоже сказать об этом. Многие не понимают большой важности и сути прокачки хвата, не только чтобы предплечье было большое, но и чтобы хват был сильным. Кто давно тренируется, понимает, что чем сильнее вы сжимаете грейпштанги, даже в жиме лежа, или в подъемах на бицепс, и не важно, гантелью вы работаете, или штангой, вы сможете одолевать больше вес снаряда, а больше вес снаряда больше и сильнее вашей мышцы. Смотри. Руки главное всегда. Потому что я видел, видео на видео многие люди делают, просто кладут руки на колени. Может, это, конечно, нехорошо, но по-моему, это неудобно, по-моему, лучше, но очень нравится. По-моему, да. Пошел. Максимальная амплитуда, да? Вниз, максимально вверх. Можно поставить не до пальцев, но главное еще закручивать до конца. Это будет такое базовое упражнение. То есть, я видел многие люди просто делают вот так. То есть, там, для фруктуки, она может забивает, но лучше, конечно, закручивать до конца, и раскручивать до конца. Так, кстати, что ты посмотришь, он максимально вверх. Ну, пожалуйста. Ну, у меня, видишь, не выгибаются так высоко. Смотри, я попробую, открою. Да, слушай, я думал, я растянут. Вниз, нормально, а тут вверх у тебя гораздо уходит. В общем, смотри, тут как раз прикол такой вот, чем глубже ты можешь ее закрутить, тем у тебя просто лучше будет все растяжка и вообще осталось. Ну, пока просто не могу. Да. Я тогда под этим работаю. Да, то есть, если как раз тут есть эти закрученные обратно, даже сюда вот это кручить, я не могу, палец большой растягиваешься вот это. Сколько кто? Повторите. Про это мы скажем, давай, потом. 100-500. Это же предлегчится. Чем глубже ты можешь облететь, тем лучше будет. Ну, вот это упражнение, как бы, если качать кисть отдельно, то это будет всегда первым, потому что оно базовое, но растягивающее. Артемка побольше добавляет себе весу, но здесь вес, особенно если вы только начнете делать это упражнение, не столь будет важен. Обратите внимание, сейчас я вам покажу поближе, насколько больше амплитуда у Артема именно в кистях, насколько больше он может заворачивать штангу на себя по сравнению со мной. Я не думал, что у меня кисти настолько деревянные. Так, смотри. Да. Видите, насколько высоко поднимаются кисти. Удивительно, почему я не могу настолько глубоко завернуть. Хотя растяжка общая у меня всегда была неплохая. Пальцы опускают. Да, да. Да, видите, насколько глубоко можно опускать еще, чтобы пальцы прорабатывали. Вот это базовое упражнение, насколько я понял, да, Артем? Да, если начинать один отмирок писти или вообще отмирок пищи, то это должно быть, я думаю, первым. В общем, оно базовое, оно работает на две руки и оно растягивает одновременно. Так, а сейчас мы посмотрим, как глубоко закручивает Егор. Не стоит издеваться над старичками. Вообще практически нет закрута. Я хочу видеть это на видео. Как тебе вес? Хороший, как раз, кстати, наверное, будет мой рабочий, но повторение на 10-12. Чувство, как забиваются уже кисти. Ну, про повторение мы поговорим после, я думаю, на подходы. Куда идем дальше? Что следующее? Следующее будет похожее упражнение, но именно с гантелей. Поехали в зону гантелей? В зону гантелей. Так, сейчас буду показывать почти то же самое упражнение, только с гантелей. Многие могут делать на скамье вот так вот, как примерно как в прошлом упражнении. Но по сути, оно то же самое, только немножко полегче. Поэтому, я думаю, один и тот же угол делать не так интересно, поэтому можно делать его на шлоне. С коленки. С коленки, Не прям сидя, а просто немножко наклонившись и закройчивая кисть сюда. То есть, вообще стоя практически, да? Да. То есть, в чем разница, когда ты именно сидишь... Кисть не параллельно полу, да? Да. Если я думаю, когда ты сидишь, то у тебя кисть работает только вот с этой амплитудой, то есть тут она уже у нас выключается, по сути. А когда мы наклоним, то у нас кисть работает практически все время. То есть, как раз, чтобы кисть забить самую форму. То же самое с левой. Ну, такая разновидность для тех, кто хочет делать его с гантели. Давай попробуем. Или для тех, кто, кстати, немногие... Про первое упражнение. Немногие могут делать первое упражнение у нас, потому что оно сложное, оно растягивает, многие как раз просто жалуются. С этого, я думаю, можно начать. А насколько важно, вот пока я делаю, расскажи, делаете ли вы пиковые сокращения остановку, баузу, вот в верхней точке. Нужно это или нет? Если для качка, то, наверное, не так важно, как для брестлера, да? Я... Это... И я думаю, если по арместерски, то можно быстро закрутить и медленно опустить. Ну, ты знаешь, я, в принципе, такую технику люблю и для прокачки. Ну, для арместерга, она еще есть смыслами, пока ты борешься, тебя раскручивают обратно. То есть, это движение... Ну, для нас качков в чем важно? Ну, так же, тут тоже глубоко не заходит. Не получается. Только она, если не заходит, она не заходит, потому что не дает сустав пока. Ну, просто растяжка, просто я могу глубже закрутить. Ну, у тебя сразу получился такой глубокий закрут? или тоже тренировки на работе? Я точно не помню, но это самое, нас заставляют закручивать глубже-глубже. То есть, загадаем, как я делал. Отлично. Попробуй, давайте я расскажу еще на меня. Наведи. еще разница между этим упражнением и первым, потому что это упражнение делать намного легче. Потому что, я думаю, многие, кто начнут делать первое, заметят какой-то дискомфорт, и будут жаловаться на то, что кисти болят или там не растягиваются до конца. Оно не самое удобное, я к нему тоже привыкал долго, но мой совет, если вы начнете его делать, то просто делать его постоянно и с тем же там, с пустой штангой. То есть, оно со временем будет реально удобнее. То есть, я в первой тренировке помню то, что я писал своему тренеру, типа, может, мы его заменим на что-то другое и так далее, и так далее. Но, в принципе, если его делать постоянно, то в нем можно нормально расти. То есть, я немножко в другой технике. У меня самый там большой вес был 90 килограмм на пару раз. У меня сигилл в Инстаграме. Там, конечно, это половина была, но что-то я там делал. Но не суть. Это тоже прилично очень, кто понимает. Ну что, что у нас будет в следующем? Куда идем? Третье упражнение тоже обратно к штангам. К штангам вперед. Друзья, как мы видим, база, работа со свободными весами, она везде, везде. И те, кто не понимает этого, чтобы не говорить ругательства всякие, просто дурачок. Поехали дальше. Ну, всякие, пойдем к блоку, мне шаги туда собрал. Третьим упражнением все-таки у нас будет упражнение на блоке. Наш друг Густаво здесь вот тренирует своих девчонок. Эй, как дела? Мы играем в Россию. Дай, хорошо. Бест коуч, бодибилдер. Бест бодибилдер. Готово? Готово. Снимай, давай, все. Почему ты смотрел много разных видео, и никто не говорит именно про это? Все видео на YouTube бракуют. Хотя вот это было бы самое, одно самое простое и понятное и можно делать везде. А ты смотрел последний выпуск железного рейтинга? Смотрел. Там же, по-моему, показывают это упражнение, нет? Или там немножко другое? Ну, я говорю про жилье, я не говорю про видео, где там рассказывают, как уроков не петь. Там показывают другое. Кстати, как получилось, что ты стал специалистом выступать в качестве эксперта на железном рейтинге? Все-таки серьезная такая передача. Добился, добился успеха. Успехами. Пришел к успеху. Молодец. Здесь, наверное, пишут сообщения в контакте. Атем, а ты как пришел к успеху, как ты добился? Постепенно. Переехал в Америку. Сразу, 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 сразу возможности. В общем, смотри, обычно просто делаем вот эти шести, можно опускать до пальцев и можно удлинить амплитуду, немножко разъеднуться и отдастись обратно. То есть и будет прорабатываться полное движение. Но это уже, наверное, на начальном этапе. Мне, наверное, придется делать сначала простенькую. Амплитуду была побольше. Можно, наверное, ровно встать. Когда вес побольше, тут все-таки у нас еще работает широчайшая. Широчайшая надо подключать, да? Уж садись. Она будет работать по-любому. Потому что, ты стоишь ровно и закручиваешь. То есть, у тебя широчайшая по-любому работает. Так еще и грудь. Поэтому, если у кого, кто хочет изолировать, можно... У нас стул, наверное, всегда есть. А можно просто поставить куда-либо оттечку, чтобы изолировать. это будет уже немножко другая. Да, чтобы не передлежать с ротачать, чтобы было. становись за пульт, проконтролируй, как я буду делать. Чтобы было, чтобы работала востока кисть. Ну, вот, первый раз буду пробовать вообще такое упражнение. Давай. Раз, И немножко приближаю к себе. стань немножко ровнее, наоборот, туда. Локоть приведи к себе. Все, да? И оттуда начинай делать. Вот. И чуть-чуть убираешь, да? Ну, чуть-чуть убираешь, она у тебя, у тебя меньше кисть работает. то есть вот... Локти на одном месте. Ага. Все, понял. Да, хорошо чувствуется предвлечье. И, кстати, здесь я чувствую предвлечье гораздо ближе к локтю. Если в те базовых, я чувствую больше ближе к кистью. Не знаю, может, это индивидуально? Продокол в том, что нагрузка же еще постоянная, Когда мы со свободным весом делаем, она у нас где-то уходит, а тут блок тебя постоянно тренит обратно. Можно то же самое делать с резиной. С резиной, будет даже хорошо тем, у кого какие-то травмы, есть, боли для профилактики. Отлично, понял. Можно чувствуется. Можно еще варьировать, если ты полностью спранируешь сейчас кисть, вот, если ты еще сделаешь, обратно, и от сюда начать этот пальчик начать. Потому что где-то как-то говорилось, что в этом положении кисть у нас самая слабая и в обратном самая сильная. То есть, если с этого начать, то у тебя будет кисть сильная априори. То есть, сначала мы делаем так, когда устаем, переходим сюда. Вполне, да. Так, если покращать кисть разных. Отлично. Одно упражнение, но можно придумать разные варианты. Можно, по-моему. Да, можно играть с положением блока. Если у вас кроссовер меняет положение, то тоже, в принципе, пробуйте. Что-то еще делает, это чисто армесес, но может по-моему. С самого низу делает, да? Переделает вот так, то есть, изолирует всю руку полностью, И тут работает тот же плит. То же можно делать. То есть, тут идет рука, что-то уже зафиксирована. По типу концентрированных сгибаний на бицепс, любимых многими. Отлично. Это первые три упражнения. Я так понимаю, у нас еще два впереди. то есть, тут можно варьировать кому-то удобно. То есть, вот это сверху, блок-сверху, оно будет самая универсальная отношива, самая удобная. Что дальше у нас по плану? У нас штанга. Штанга. Интересное упражнение, все его придумали, точнее, двигали у Дениса Цепленкова. Отлично. Заинтриговал. Крепим гриф как для тяги. На спину многие делают. В основном имитирует наше второе упражнение, как с гантелью. Тут у нас толщина больше. То есть, не нужно никакие покупать расширители или что-то придумывать. То есть, просто налканим штанги и процедуем себе. Его также можно варьировать, если перейти на другую сторону. Затем штангу. Да ты что, наши русские зрители, русоговорящие нас за это проклянут. Если той же рукой мы поменяли сторону, у нас будет другой угол работы кисти. Обратно полностью закрутили. поработать с наклоном будет разная амплитуда. То есть, можно, если я работаю правой рукой, сначала положить полностью кисть вратно, чтобы я работал только кисть. Вот. Смотри. А как можно больше вес взять? болят кисти? Можешь опустить ее до пальцев. Боюсь не удержать. Здесь толстый гриф. Здесь сложнее удерживать, чем тонкий гриф гантелей или гриф. Ну, вот многие любят тренировать кисть со всякими расширителями. У кого нет желания покупать или нет самих расширителей, самое удобное. Четвертое упражнение и пятое заключительное. И пятое заключительное, про которое ты мне напомнил. Которое просто это удобно делать, потому что высота можно просто до пальцев или обратно. То есть делаем сгибание за спиной. Можно просто делать до пальцев и сгибание. Это упражнение можно делать тресс-последний. А нет смысла сгибать не только сюда, но и выгибать потом сюда? Или это будет если сверху спереди будем подходить к это будет другое упражнение. Лично я не делаю. Не делаешь? Потому что в армайсинге нет такого особого можно делать для профилактики. Потому что когда одна мышца раз, другая нет, это может быть в тракте. Но мы все-таки говорим про облучение размера. И вот это все на размер не сильно так влияет. Но получается все-таки эта тренировка, которую ты показал, она не только усилит нам хват, хотим мы того или нет, но она будет непосредственно увеличивать предплечье. Смотрите, вот эта тренировка она только увеличит нам предплечье. Нахвата нам не влияет. Вообще? Нахват будет как раз вот это упражнение, потому что мы опускаем до пальцев и мы держим сам гриф. То есть вот это, кстати, упражнение универсальное, потому что отсюда мы можем перейти к хвату, потому что тут можно поставить много веса и просто поддержать. То есть оно как раз на кило-становую тягу, там, что проходит, но не обратно, может быть. Отлично. Вот, друзья, Артем показал нам пять отличных, можно сказать, лучших упражнений на то, чтобы увеличивать в объеме ваши предплечье. Он еще хочет добавить нам кое-что. Если мы говорим про предплечье и хват, то как раз вот в этом угле упражнений можно навесить больше веса, чем мы сможем потянуть и просто немножко оторвать и подержать. То есть если мы там пытаемся потянуть килограмм двести, но мы не можем подержать, можно их все повесить и просто попробовать держать в руках. То есть только раз вытеки сработает и сам хват. А про хват мы можем увидеть в следующем видео, которое вы сняли на моего канала. Да, следующее видео как раз-таки именно о силе хвата вы тоже увидите на канале Артема. Я оставлю вам ссылки. Это будет интересно, я думаю, не только любителям амрестлинга, но и качкам, пауэрлифтерам. Так что, друзья, да, следите, не пропустите. Ссылки будут в описании к ролику. Ну что, Артем, спасибо большое за такую хорошую тренировочку. А вы бегом, друзья, на канал Артема. Там уже выложено видео для вас по силе хвата. Спасибо за просмотр. Увидимся в тренажерном зале. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка, среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на цифрирование, периодизацию на все титулы мышечных и тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что, делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массой и силой без травм. Редактор субтитров Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова